Всех приветствую! Продолжаем путешествовать по скандинавским сагам. Нью-Йорк. Нью-Йорк в скандинавской мифологии бог море. Он усмирял бури, поднятые буйным эгиром. Мягкий и добродушный Нью-Йорк любил свои залитые солнцем феоды, прибежище священных чаек и лебедей. Глубоко почитаемый моряками и рыбаками, он помогал попавшим в беду кораблям, посылал попутные ветры и вызывал летние дожди. Нью-Йорк – представитель божественной расы ванов, отец богов плодородия фрейра и фреи. Когда между двумя ветвями божественной семьи ванами и асами был заключен мир, Нью-Йорк, фрейр и фрея, отправились жить кассам. По некоторой версии мифа, матерью фрейра и фреи была родная сестра Нью-Йорда Нертус. Но так как кассы не одобряли браки между братом и сестрой, то Нертус не сопровождала мужа и детей в Асгар. Второй женой Нью-Йорда стала великанша Скади, дочь великана Тятци. За похищение золотых яблок и дун боги убили Исполина. И Скади, надев шлем и кольчугу, явилась к ним в горе жажды мести. Однако согласилась заключить мир. Отказавшись от золота, Скади потребовала, чтобы боги рассмешили ее и дали супруга. Те поставили условие, что великанша выберет мужа по форме ног. Смеяться Скади заставил хитроумные логики. А что касается супруга, то безошибочно полагая, будто самые красивые ноги непременно должны принадлежать сыну Одина Бальдру, богиня указала на ноги Нью-Йорда, доброго старого бога моря, которому были чужды, волновавшие ее страсти. Йорд считал, что родина Скади, Йотунхейн, чересчур холодная и пустынная, а Скади не по душе был постоянный шум прибоя и суета наверх и у замка Нью-Йорда в Асгарде. Ей, как дух у зимы, заснеженные склоны были милее морских дали. Проведя по девять ночей в каждом из домов, супруги решили жить пороснь. Скади вернулась в горы к любимой охоте, к лыжам, а просмоленный всеми ветрами Нью-Йорд продолжил жить в море. Непреодолимая пропасть между ними, возможно, означает нечто большее, нежели различие во вкусах. Нью-Йорд, как и все ванны, несомненно, выполнял функции богоплодородия, поскольку обеспечивал людям не только безопасность путешествия по морям, но также достаток, наличие земельного участка и рождение сыновей. Его жена, великанша Скади, жительница заснеженных гор, где тяжелые облака застилали солнце, а голые скалы были бесплодны. В ее дикой и суровой стране ничто не могло расти или цвести. Великанша время от времени навещала супруга, и когда боги наконец заключили логики в пещеру, Скади подвесила над его головой змею, источавшую яд. Ну вот так и скандинавский саг о Нью-Йорд. В скандинавской мифологии бог море. Пока-пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!